Дерь Спильгель, Германия Конфликт вышел из-под контроля Максимилиан Пап Дерь Спильгель, Германия 28 февраля 2020 года Врачи больницы в городе Рейханулы на турецко-сирийской границе привыкли к страданиям Вот уже несколько лет они лечат жертв сирийской гражданской войны Но сцены, которые разыгрались тут в ночь с четверга на пятницу, даже медикам в Рейханулы пришлось увидеть впервые В больницу доставили несколько десятков раненых, но на этот раз не женщин, детей и стариков из Сирии, а турецких военных По сообщениям турецких властей, не менее 33 турецких военнослужащих были убиты незадолго до этого в сирийской провинции Идлиб Столько жертв всего за один день еще не бывало на этой войне Пока не до конца ясно, кто стоит за налетом Но турецкие наблюдатели возлагают ответственность на российский ВВС Россия – убийца Путин – убийца Русские оправдывают операцию в пятницу Как сообщает Министерство обороны в Москве, турецкие военные передвигались вместе с исламистскими боевиками организации «Хаята Хри Рашшам» Но русских военных самолетов в этом регионе якобы не было Ранним утром в пятницу перед российским консульством в Стамбуле собрались демонстранты Они скандировали «Россия – убийца» Путин – убийца В Анкаре турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган Реджеп Таип Эрдоган Созвал экстренное совещание Встреча закончилась спустя 6 часов В 3 часа утра Никакого официального заявления не последовало Пресс Атташи Эрдогана заявил Что теперь правительство будет атаковать военные посты режима сирийского диктатора Башара Асада Как с воздуха, так и на земле Одновременно с этим Анкара пригрозила открыть границу в Европу для беженцев Вероятно, для того, чтобы принудить Запад оказать Турции поддержку Как конкретно Турция будет реагировать на воздушный налет – вопрос по-прежнему открытый Но ясно одно – этот инцидент свидетельствует о самом опасном обострении конфликта Турции с Россией и режимом Асада в Сирии Эрдоган делал ставку на то, что мужской дружбы с его российским коллегой Владимиром Путиным будет достаточно, чтобы обеспечить турецкие интересы в Сирии И какое-то время так оно и было Два года назад Путин позволил турецкой армии отвоевать сирийскую провинцию Африну курдских боевиков отрядов народной самообороны – ОНС И к турецкому вторжению на северо-восток Сирии прошлой осенью российский режим отнесся спокойно Турция как держава-оккупант Турция превратилась в Сирии в державу-оккупанта Она практически вытеснила ОНС из пограничной области и теперь контролирует целый ряд областей на северо-востоке страны Но в прошлые недели становилось все более очевидным, что это положение вещей долго не продержится Для Путина Эрдоган – не столько союзник, сколько временный партнер Он ясно дал понять, что не готов делить власть в Сирии с Турцией С невообразимой жестокостью Путина и его протяжи осад отвоевали Сирию у повстанцев Они терроризировали гражданское население, прицельно бомбили больницы, школы и жилые дома И так продолжалось, пока от областей, контролируемых повстанцами, не осталась одна только провинция и длип на северо-западе страны Осенью 2018 года Россия и Турция заключили соглашение Анкара получила контроль над Идлибом и должна была в свою очередь разоружить исламистских боевиков Хатэша Их численность составляла несколько десятков тысяч человек, и они контролировали обширные районы в провинции Идлиб тогда ликовал, но ни одна из сторон не стала придерживаться договоренностей Турецкие силы безопасности не смогли или не захотели устранять Хатэша Путин и Осад продолжили бомбардировки Почти каждый день умирают дети Сейчас в Идлибе разыгрывается крупнейшая гуманитарная катастрофа 21 века Миллион человек бежали от наступающих войск режима и российских бомбардировок в районы на границе с Турцией Путь в Турцию им преграждает стена Люди оказались в ловушке, они мерзнут, голодают, не знаю, куда бежать Почти каждый день от холода умирают дети Турция пригрозила оттеснить сирийские войска, если до конца февраля те сами не отступят Открыть границы для беженцев Турция не хочет, потому что, по ее собственным данным, она уже и так дала приют 4 миллионам сирийцев Эрдоган резко увеличил свое военное присутствие в Сирии в последние недели Его партнер по калиции правый экстремист Дивлет Бахчели Дивлет Бачели, даже требует разработать план по продвижению на Дамаск, чтобы там уничтожить тирана Никто не знает, что будет дальше Судя по всему, турецкое правительство долгое время исходило из того, что ему удастся принудить Путина к сделке по Идлибу Бурханеттин Дуран, Бураньеттин Дуран, директор близкого к правительству аналитического центра СЕТА Написал в статье для газеты Теда и ЛСБА, что Турция хочет создать в Идлибе буферную зону по примеру того, как она сделала это на северо-востоке и Сирии Теперь же Эрдогану приходится признать, что он не может положиться на отношения с российским президентом в той мере, как он думал раньше Конфликт с Россией в Идлибе вышел из-под контроля, признал один из официальных представителей Турции в беседе с журналистами Шпигеля Проблема в том, что в Анкре никто не знает, что будет дальше Попавший в затруднительное положение Эрдоган взывает теперь к европейцам и американцам, которых в прошлом регулярно проклинал как пособников террористов и расистов По просьбе Турции состоится кризисное заседание НАТО Террористическая организация, запрещена в РФ Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ